Министерство спорта региона совместно с областным Олимпийским советом продолжает реализацию проекта «Олимпийский патруль». Каждый район области выбрал свои базовые виды спорта, на которые намерен делать ставки. В Новом Алакле это греко-римская борьба, футбол и баскетбол. В этом году очень показали хорошие результаты футболисты и баскетболистки. Баскетболистки у нас стали чемпионами области, это года. Выиграли школьную баскетбольную лигу, фейсбаскет выиграли в области, стали чемпионами области девчонки. У борцов из Новом Алаклы пока высоких достижений нет, но это дело времени. Тем более, когда к тебе с мастер-классами приезжают ведущие спортсмены региона и опытные тренеры, какими является Андрей Чернов, уроженец, между прочим, Новом Алаклинского района. Андрей Чернов уже вырастил неоднократного чемпиона России Кирилла Глушенкова. Один из ведущих тренеров региона уверен, что и здесь, на его родной земле, подобное возможно. Тем более, в таких условиях, которые созданы в физкультурно-здоровительном комплексе «Факел». Шикарный зал, ковер, зал штанги, бассейн, футбольное поле. То есть многофункциональный зал здесь. Тренируйся и становись чемпионом. При постройке таких залов, если еще затягивать сюда специалистов, то все чемпионы обеспечены. Проблема кадров спортивных специалистов в районе на селе стоит действительно остро. Об этом говорят и представители других видов спорта. К сожалению, есть тенденция, что молодые люди уезжают просто в большие города, ищут там себе достойное место работы. Кто-то даже просто из-за развлечений, потому что в сельской местности, конечно, мы ограничены. Зато у футболистов «Новой Малыклы» нет проблем с заявочным взносом на чемпионат области. Администрация района всегда помогает. Нет проблем с транспортом. В 2022 году за счет грантовых конкурсов «Номалыклинцы» получили порядка 1 миллиона рублей, на которых бы устроили футбольную площадку, купили новые ворота, сетки. Несколько комплектов футбольной формы. В этот раз «Олимпийский патруль» совместно с областной федерацией футбола привез в сельское поселение воспитанников футбольной школы «Волга», которые провели с ребятами мастер-класс. Они с большим любопытством и интересом за ними наблюдают. Они у них перенимают опыт, они на них смотрят и равняются. И я считаю, что это хороший, крепкий шаг к тому, чтобы команда, которая здесь в «Малыкле» существует, команда любительская, взрослая, чтобы продолжала свое существование, участвовала в чемпионате Ульяновской области и продолжала с традицией местной. Пытаются в «Новом Малыкле» развивать и женский футбол. Дарьяна Гюдяев пока единственная представительница местной секции футбола. Зато с мячом обращается не хуже мальчишек. Не так давно родители записали талантливую девушку в футбольную академию «Атом», что в соседнем Димитровграде. Я говорю на падении, пасоваться хорошо, сбивать голы тоже. Футболу помогает просто. То, что есть хобби, это хорошо, когда, ну, не знаю, просто нравится. В «Новом Малыкле» не зацикливаются на базовых видах спорта. Набирает здесь популярность настольный теннис, пауэрлифтинг. Благо, универсальный зал в этом помогает. За нами смотрят потенциально новые партнеры, которые с удовольствием хотят зайти и тоже провести именно свои соревнования у нас на площадке. Потому что мы предоставляем хорошие условия. У нас, ну, можно так сказать, то, что не забит зал с утра до вечера. И мы можем спокойно, не спеша проводить любого рода и любого вида и любого масштаба соревнования именно у себя в «Фокке-факе». Наши специалисты, мне кажется, провели великолепные мероприятия. У детишек горели глаза, они заинтересовались, а те, которые пока не заинтересовались спортом, заинтересуются. Так что я уверен, что «Факел» в «Новый Малыкле» будет гореть. Совсем недавно Министерство спорта регионов приняло решение создать в своей структуре специальный отдел по работе с муниципальными образованиями. Решение важное и правильное.